доброе утро дорогие друзья у меня утреннее мое занятие после молитвы снять для вас зорю потому что восхищение и созерцание она даже выше молитвы как писал феофан затворник и поэтому я пытаюсь вас привести в восхищение и обрадовать тем же самым что вижу и сам но зори у меня вызывает двоякие чувства потому что по православному так сказать по вере и по народному православному это покров при святой богородицы по языческом как мы называем по старой вере нет старая вера у нас это часть православия до христианской веры это приход митры бога справедливости бога правды а по народному поверью к сожалению это предвестник войны то есть вот это еще называют иногда кровавые зори видел кровавую зорю и вот это то меня беспокоит больше потому что мы действительно на грани тех событий которые могут вылиться в большую войну войну которые вот эту кровь не на небе на земле распространит принципе мы и так находимся все время в состоянии войны война на земле не прекращается и мы видим что кровь и так течет рекой но сейчас она может и нас коснуться коснуться серьезно вот начинается рассвет эти солнышко показала свой краешек как солнышко появляется всегда меня это радует и не хочется говорить никаких тяжелых вещах и плохих вещах поэтому я вчера фейсбуке всех призвал молиться а не осуждать не обличать и всячески ругаться и клеветать на братьях своих потому что кроме варфоломея в той церкви которую так рьяно взялись осуждать находятся наши братья в том числе и афаниты и многие другие и если ошибается один даже если он патриарх то мы не должны переносить в гнев свой на всех остальных но многие меня и спросили еще а почему вы хотите молиться и так никто ничего не делает никто ничего не предпринимает и вы тут еще устраняетесь и тоже переходите не в оскорбление не в ругань а молитву дорогие мои я действительно считаю что молитва более действенный способ чем ругань обида там я не знаю что наказание там и все остальное и если бы мы действительно хорошо и правильно молились и искренне то мы помним что по библии если есть 10 праведников то господь может исправить все может быть у нас нет десяти праведник раз все так идет в разрушении мы приближаемся к содому и гаморе но на каком этапе мы сейчас находимся к константинопольский сенот принял решение о том что он отменяет томас 300 летней давности ну то есть предоставление автокефалии части своей церкви и переход ее разрешил в московский патриархат я не могу судить что там происходило 300 лет назад но мне кажется что конечно это очень странно разрешить пожить 300 лет обосноваться вложить людей воспитать а теперь многие поколения а теперь все это запретить конечно странный такой вопрос 2 что сделала церковь константинопольская это отменила анафему с филарета это интересный факт потому что от меня и она подтвердила как я всегда и объясняю подтвердила непреложность священство потому что есть такое понятие непреложность крещение например если вы крещены значит вы будете крещеный человек даже если вы уйдете мусульманство и еще куда-то крещение никуда не девается она ждет вас когда вы вернетесь к состоянию крещеного человека и продолжите свой истинный настоящий путь так и священство если один раз оно дано священнику то вот это название извержение сана или анафема там или еще что-то все это отношение в данный момент церкви или каких-то людей в церкви к этому человеку но она не лишает его священство но внутри него священство остается духом святым если он сам не отошел от этого священства поэтому признавая непреложность сама его освободили от наложения причине анафемы церковные тогда и тому подобное может быть в канонах это не прописано но вот в теории или в догматике это в общем то возможно это возможно потому что что не запрещено то разрешено такое понятие существует а получается не запрещено я думаю что там ни один конечно думает патриарха варфоломей что делать и они наверное нашли все обоснования для меня это интересный факт потому что у меня нет конечно указах что с меня сняли сан там или еще что-то и я знаю и так что это в тех рамках существующего устава который у нас происходит без указа и так я не лишен сама и поэтому нахожусь в священном сане но я лишил возможности служить то есть у меня отобрали престол и не отвечает ни на какие мои запросы патриарху уже есть секретари всякие эти которые не дают патриарху прочитать то что я ему пишу видите какая красота туман пошел сейчас он будет танцующим поэтому анафему сняли с денисенко еще раз мне доказали что те старцы и епископы и все остальные которые мне сказали жди и как отец и они ки чихачевский вести сами придут предложат вернуться ну я сразу скажу что на низком уровне некоторых представителей епархии мне уже предлагали вернуться с неприемлемым для них для меня способом то есть ты покайся публично я ни в чем не виноват дорогие виноваты только были они поэтому свои прещения они должны снимать но как я вижу патриарх показал варфоломею что обращаться к нему можно с этим вопросом и я думаю что сейчас многие священники которые были как я не справедливо наказаны и какой то могут сделать такие запросы и скорее всего получить восстановление во всех своих правах тяжелый шаг многим неприятны сейчас мы услышим что в канонах этого нет что это все запрещено и все остальное говорить что одна церковь не может вторгаться в другую церковь дорогие но у нас единая апостольская церковь мы условно разделяем церкви на различные национальные и епархиальные так можно сказать вот патриархальные на самом деле мы же веруем во единую апостольскую православную церковь а не то что мы разделенные отдельные какие-то церквушки которые подчиняются только одним каноном и своим каноном и так и живут я думаю что в общей логике православия то что делает варфоломей это делает в том числе и наша церковь то есть все вместе мы это делаем я согласен с тем что зовут собрать совет поговорить и так далее но как будет дальше я не знаю основного томаса который предполагается дать украине которого мы все во им со пока нет нет и если мы действительно будем молиться а не будем ругаться и бряцать оружием я думаю его и не будет потому что в принципе конечно это ситуация всех для для всех тяжелый но те кто делает это они еще раз повторяю они не остановится им все равно им все равно этом нам не должно быть все равно но давайте подумаем как молиться с какой точки зрения и большинство из нас думает что мы правы мы стоим на стороне господа и поэтому нам и нужно молиться сверху вниз за тех бедных которые пытаются отпасть нам все время показывает сейчас каких-то сумасшедших каких-то взбешенных одних и тех же специальные играющие роль подлецов на телевизор посмотрите там какие-то поляки играют роли подлецов поляков какие-то край и украинцы якобы играют роль подлецов на самом деле в массе своей не может быть таких людей если они христиане то в большинстве конечно хорошие люди и ориентироваться на то что вот все кто хочет там отделиться или еще что то вот такие и нам сверху вниз на них смотреть и объезжаться и унижать конечно это неправильно потому что все что мы получаем а нам говорят что именно мы терпим огромный ущерб то есть это у нас часть церкви забирают это нас лишают территории там и все остальное то мы должны понимать что мы в этом и виноваты это по нашим грехам нам такое наказание и и здесь вот я как раз и говорю о том что мы должны молиться как грешники у нас должно быть покаяние потому что сколько не отрицай сколько здесь не возмущайся но те доводы которые выставляют для отделения и те претензии которые выставляют для того чтобы не быть в нашей церкви они существуют конечно всегда в гротесно в преувеличенном виде начинают когда такие события происходят обвинять но они существуют существуют и мы не можем говорить что у нас есть здесь 10 праведников кто может вот объявить себя что да я святой я праведник я молюсь и по моим молитвам господь все исправит кто у кого есть такое право как у лота назвать себя праведника поэтому дорогие мои молитва должна быть одна покаянная покаянная если мы раскаемся каждый в отдельности и все вместе в целом что да мы неправильно осуществовали мы неправильно делали мы неправильно вели себя с братьями в том числе и на серьезном уровне покаяться потому что то что происходило последние годы она не все праведное одно не все правильное почему-то те люди которых благословили уже сбежали из донбасса уже льют грязь на все это как поэтому дорогие давайте молиться своих грехах не думать что мы такие которые могут все обличать и всех наказывать и верить что господь все делает лучше что он все это делает для нас что то что произойдет если мы будем в праведном состоянии то она произойдет для того чтобы все наладилось все было хорошо спасибо за внимание помоги нам всем господь помоги господь вам чтобы у вас все дела вели не к разрушению а к радости и праведности аминь пришел рассвет все что Продолжение следует... Продолжение следует...